Видео создано при поддержке группы обзора онлайн. Отдельное спасибо всем репостеновшим предыдущим видео. Всем привет, и на связи у меня Добрый Доктор. Недавно я решил покопаться в своей библиотеке в системе и накатить что-нибудь из списка освоить позже. Внезапно мой выбор пал на уже довольно старую игру по вселенной XCOM. Я особо не следил за ней, но слышал про срач вокруг нее. Я подумал, что он мог возникнуть из-за переосмысления канона в серии, и не стал лезть в отзывы, дабы не портить себе впечатление. Тем более, я до этого никогда не играл в игры этой серии. Мало ли, думал я, может для Ньюфага в этой вселенной игра будет неплохой, да и сеттинг выглядит интересно. 30-й, модные шляпы, костюмы, все кругом курят. И поиграв, я понял, что чувствую женщину, которому пообещали ночь бурного секса, а в итоге их партнер побарахтался 5 минут и даже полураза не осилил. Но давайте обо всем по порядку. Игра знакомит нас с первым вторжением инопланетян, которую внезапно никто не вспоминал во предыдущих частях серии, действия которой происходили уже в будущем, в далеком, в 1999 году. И первым тревожным замолочком стала кривая анимация персонажей в катсценах на движке игры. Шлепание губ у некоторых персонажей вызывало эффект зловещей долины, партнер проваливали сквозь тело, а когда на одной из катсцен забыли брать оружие, оно также проходило сквозь тушку персонажа. А еще вот этот жест. Постоянно повторяющийся жест. По геймплею эта игра стандартный консольный шутан. Сидим в укрытиях, перекатываемся и регенерируем. Сначала ощущается небольшой недостаток боеприпасов, по крайней мере на первых уровнях. Но потом с врагов начинает выпадать оружие и проблема сразу забывается. Почему оно не выпадает сразу на первых уровнях? Потому что у него есть механизм самоуничтожения, чтобы игрок не получил кучу оружия сразу. Этот механизм тупо перестает работать практически у всех противников под конец игры. А вот союзники практически бесполезные. На каждой миссии нам дают помощь двух агентов, которые можно менять на других специальных волшебных ящиков снабжения. Если бы там была виртуальная площадка или спинженный инопланетян телепорт, я бы понял, но ящик. Его что, заранее заносит на миссию и трамбует у него оперативников? Кстати, я хотел доебаться, что оперативники знают слово «дрон», безошибочно называя его по названию при первом же столкновении. Но это слово, оказывается, было уже известно в 30-х годах. Ну, я отблюгся. Кстати, сами оперативники нужны только для того, чтобы поднимать главного героя, реанимировая его волшебную аэрозолью, которая доступна внезапно с первых же минуты тожения на землю. Хотя бы казалось, не земные технологии. Если же ставить уровень сложности ветеран, то игра начинает походить на похождения трех бухих в жопу охотников за привидениями, которые постоянно падают и валяются на земле, не в силу встать. Я выбрал как раз этот уровень сложности, и играть можно было, но ровно до того момента, как я встретил фюрера. Эта сволочь начала меня садомировать прямо сквозь стены, при этом до битвы с ним нужно было выдержать несколько волнов противников, что в итоге затягивало битву. К счастью, в любой момент в игре можно переключить уровень сложности, и уже нормальным он проблем не вызывал. А вот вызывала проблему женщина-снайпер, которая должна мило меня прикрывать, но тупо проваливала сквозь текстуру и улетала под уровень. Наши же оперативники несколько раз умудрялись отстать от отряда, застряв за закрывшейся дверью, причем телепортироваться они умеют. Например, в лифтах, но просто отстав, они не пользуются этой возможностью, хотя казалось бы, такой механизм в играх уже давно изобретен и применяется везде. Из навыков реально полезных тут немного. Турель, по крайней мере, ракетная, либо быстро издыхает, либо вяло попернут медленно летящими снарядами. Мины и силовые поля особой погоды не делают, а лучше бы вместо них дали обычные гранаты, тем более противники, в отличие от наших союзников, мечут их словно снежки. Всевозможные провокации выманивают из укрытия бесполезно, так как противники постоянно оставляют торчащими всякие ненужные части тела, типа головы. Так что лично я ощущал пользу только от снятия брони. А все остальные навыки, необходимые для игры, были у самого главного героя. Некоторые навыки, кстати, вызывают вопросы по описанию. Ладно, большая часть из них связана в новорождении технологий пришельцев, но описание «агент уничтожил столько щитов, что сам научился ставить энергощиты» — это уже маразм. Это как если бы в моем личном деле было написано «Выпил столько пива, что научился сам создавать пиво из воздуха». Может показаться, что я придираюсь, но стоит открыть статистику, и сразу становится видно, кто не зря заехал свой бигус в столовую бюро. В смысле, там не едят бигус. А как еще американцы пребывают своим солдатам бесстрашие плецом смерти и готовность без размышления сложить голову? Восфайт с ебучим штурмовиком также оставил после себя вопрос насчет адекватности разработчиков. Надо знать технологичный летающий самолет пришельцев, можно сбить тупо из дедушкиного ружья и пистолетов. Если что, эта техника предполагает такую вещь, ну, как броня, которую из мелкого калибра стрелять бесполезно. Гомоноидных противников — да, так как от выстрелов в броню противник собьет снова пыльдит ударом внутренности, а выстрел из винтовки в голову, даже если она бронирована и в каске, просто свернет ему шею, если не пройдет он вскользь. Да, это игровое условие, все понятно, но можно было бы, скажем, поставить стационарную турель, над которой нужно было бы взять контроль и отстреливать этот штурмовик, либо дать уже на этом моменте инопланетное оружие, стреляющее всякой антинаучной хуетой. Вместо этого просто стреляем до посинения и перекатываемся. Вообще, этой фразой я только что описал 95% геймплея. А ведь его можно было бы разбавить, например, миссиями по типу тигра, когда едешь на транспорте и отбиваешься от врагов, перемещение сквозь бесконечную орду противников до точки эвакуации, да чем угодно, ну, пожалуйста, кроме ебучего стелса. Хорошо, что хоть стелс разработчики не впихнули в свою игру, потому что до всегда в таких играх стрелс выглядит убого. Вместо этого впихнули загадку из разряда «Найди два нужных вентиля, которые походят в нужной трубе, которая перемешана вместе с собой словом наушники». Причем подсказки сбивают с толку. Находишь один из нужных тем вентиля, и те говорят открыть его обратно, искать следующий. Так вот, открывать его не надо, то ли это косяк локализаторов, то ли старик над нами просто издевается, так как мы отправляемся на самоубийственную миссию, и больше над нами не постебешься. Старик, а если ты такой умный, почему сам не полетишь с нами? Ладно, не ожидал. После прилета мы сталкиваемся с главным злодеем, которым управляет всеми пришельцами. Выглядит это так, словно он помылся в душе, но забыл чистую одежду, и теперь высовывал по пояс, и кричит «Мам, принеси мне трусы чистые». Выясняется, что все в это время в нас жил какой-то астральный пришелец, что вселился у нас в начале игры, и совершенно непонятно, как его запаковали в чемоданы, что ему мешало вообще вырваться раньше. Видимо, качество американской горш-каландерей на высшем уровне, и чемодан настолько прочный, что из него даже астральный создание выберется. Победа над ним заканчивается эпичным взрывом, уничтожением их пункта управления коллективному разуму, и сценом эвакуации и возвращением. Все радуются, пленный пришелец предвкушает виви-секцию, и, казалось бы, все счастливы, но эти сцены настолько скомканы, что мне создалось впечатление, будто я эту игру купил в пиратском ларьке на двух сети-болванках, и все самое нужное поврезали. Сочетание с посылом «Ну, все, теперь все кончено, можно обидеть второстепенную миссию», стыдится ощущение, что игра завершенная, и это тип постгейма. Но оказалось, что есть еще одна, последняя миссия. Причем, то ли для нее нужно выполнить как минимум одну из оставшихся миссий, то ли я просто в глаза задолбился и не видел его на карте. А в ней сообщается, что коллективный разум, который управлял пришельцами, никуда не исчез, его и продолжают нагибать. В процессе оказывается, что мы — это не Уильям Картер, а как раз-таки этот пришелец, что внезапно объясняет вид от третьего лица. Неблагодарная скотина сбрасывает контроль, и нужно решить, с кем теперь дружить. Я выбрал ученого, как самого интеллигентного выглядящего, тем более старик-паранойка и бесноватая баба явно запорит нам концовку или устроит геноцид всему подряд, включая жертв налетов. И, судя по этим кадрам, эта задница и была оповодна для рейтинга М. После этого следует еще одна миссия, которая практически не отличается от всех других, кроме сюжетной разведки с гибелью одного из персонажей. Далее следует одна из трех концовок, и каждая из которых внезапно проводит полное взметание следов пребывания пришельцев. Нет, я все прекрасно понимаю, и в нашей бы стране такую хуйню очень быстро сдали бы на цвет мет. И даже если предположить, что пришельцы напали не на всю планету сразу, а на только на США, то есть крохотная вероятность того, что вся планета заметила небебенных размеров корабли в небе. В результате делаем вывод, сценаристы дрочили вместо работы и написали сценарий к игре за три похода в туалет. Некоторые персонажи тоже вызывают сомнения в адеквате разработчиков, типа шпиона-коммунистов, которые не верят, что на поверхности войдут пришельцы, и, судя по всему, думают, что целая база секретных агентов просто наёбывает его от нечего делать. К графену в целом претензий нет, но в некоторых местах трава прорастает под носом, как в Скайриме на минималках, а последние уровни на космическом корабле местами очень плохо оптимизированы. В целом, надо сказать, что если бы это была инди-игра, то я бы ее, наверное, похвалил, но на недостатки все равно бы указал, так как для студии из трех индусов такая игра могла бы быть неплохой. В любом случае, часть элементов можно было бы переработать потом, если на вас ударил издатель, запилив режиссерскую версию, но что-то мне подсказывает, что разработчикам стало бухой на свое детище ровно в день релиза. Поэтому мой вердикт, игра не стоит того, чтобы даже ее с террентов скачивать. Если бы проблема была просто в неканонах серии, как любят повторять создатели четвертого фоллаута, то игру можно было бы порекомендовать новичкам, но нет. Кстати, сам четвертый фоллаут я тоже не могу порекомендовать никому, хотя нет, могу. Если вам надоел Майнкрафт и вы хотите более продвинутую версию, то, пожалуйста, четвертый фоллаут для вас. Если же вы не аутист и вам внезапно не нравятся тысячи квестов по мотивам идеи защиты локации, на которой отреспавнились новые противники, то лучше идите мимо. А с вами был Добрый Доктор. Все жалобы, замечания и приложения как всегда засуньте в комментарии. Всем пока и не болейте!